Однозначно всем привет! Недавно приобрел себе беззеркальный фотоаппарат Sony Next 5T. Многие блогеры его рекламируют, фотоаппарат с функцией записи видео. Кричат как один, что данный фотоаппарат записывает 60 кадров в секунду в Full HD. Полная брехня. Данный фотоаппарат записывает всего-навсего 50 кадров в секунду. Сейчас я вам продемонстрирую. Заходим в меню. Выбираем изображение. Выбираем формат. Есть два формата. AVC HD и MPEG 4. Выбираем MPEG 4. Видим разрешение 1440 на 1080. Битрейт всего 12 мегабит. Качество картинки ужасное. Ни о каком дальнейшем битрейте у нас идти не может, как VGA и 3 мегабита. Но это вообще не наш вариант. Выбираем Sony AVC и здесь мы видим, да, нас предупреждает, здесь мы видим совсем другую картинку. Здесь мы видим 50p, 28 мегабит битрейт, 25p, 24 мегабита и 17 мегабит. Выбираем, например, вот этот, да, 50 кадров в секунду, 28 мегабит и картинка у нас шикарная. Это из таких одних минусов, о котором все почему-то поголовно врут, что данный фотоаппарат Sony NEX 5T, Sony NEX 5R пишет 50-60 кадров в секунду. 50 да, 60 нет. Из хороших плюшек это единственная ручная установка, выдержка диафрагмы. Здесь мы нажимаем кнопочку запись, видим, у нас пошла запись. Здесь мы можем регулировать экспозицию, да, когда у нас идет яркий свет, пересвет. Вот так вот давайте сделаем как-нибудь. Вот мы видим, пересвечили, да, мы убрали наши пересветы. Ну тут еще, блин, сверху от лампочек светит. В общем, данная функция во время записи, то есть, что у нас остаются функции активными, мы можем регулировать то, что нам нужно и получать то, что нам нужно. Можем открывать, закрывать диафрагму, чтобы у нас не было пересветов, да. Можем также у нас тут абсолютно все подрегулировать. Также можем выбирать ISO, если не хватает освещенности или, наоборот, пересвет на солнце. Меньше ISO на солнце, если мало света, больше ISO ставим, тогда у вас более яркая картинка будет. Собственно говоря, вот по картинке, вообще вот видеокартинки проблем никаких нет. Качество действительно, 50 кадров, Full HD, хорошая картинка. Цветопередача естественная, нету никаких там пересветов красным, зеленым, синим и тому подобное. Белый, как белый, нету там такого активного, знаете, как синевы. В этом плане ничего такого нету. Из минусов. Перегрев данного фотоаппарата, вот эта часть нагревается, через 15-20 минут фотоаппарат сообщает о том, что я перегрелся, выключите, дайте остыть фотоаппарату. Я сначала думал, что перегревается процессор, разобрал, поменял сюда, поставил, добавил, вернее, термопрокладку миллиметровую от Articool, вот, собрал, что 15 минут, 18 минут, 3 минуты всего, как бы добавилось, грубо говоря, к видео, да, полностью холодный фотоаппарат, записал там 15-18 минут. Разобрал, убрал толстую прокладку миллиметровую, поставил какую-то ноунеймовскую, китайскую, 0,5 миллиметра, собрал, те же самые 20-23 минуты, но тут все зависит от температуры. Сначала написал фотоаппарат, что я перегрелся, я посмотрел, тут потрогал, вроде не особо горячее, открыл крышку аккумулятора, вытащил аккумулятор холодный, вытащил флешку, флешка горячая, подул туда раза 3-4, закинул аккумулятор, включил и еще 15 минут записывал. Перегрев происходит, скорее всего, вон там вот чип находится, который пишет на флешку, то есть обращение между фотоаппаратом и флешкой, он, наверное, перегревается, и потом камера сообщает, что перегрев. Это из минусов. Второй минус, если мы хотим использовать ее как веб-камеру, подключив ее через mini-HDMI, мы видим все, что есть на экране, все то самое будет, как веб-камера. Системная информация не убирается. В более дорогих моделях в меню можно убрать эту системную информацию, а в этом фотоаппарате никак ее не убрать. То есть мы будем видеть все, что есть на экране. Меню, фокусировку, сетку и тому подобные вещи. Это второй из минусов. Ну и, собственно, наверное, из минусов еще маленький аккумулятор. Нужно иметь несколько штук, если мы хотим записывать там длинные видео. Четвертый из минусов – это подключение по USB. USB при включенном фотоаппарате у нас не заряжается аккумулятор. То есть только при выключенном фотоаппарате у нас начинает через USB заряжать аккумулятор. То есть не будет такого. Мы повешали, воткнули провод и сидим, снимаем. У нас аккумулятор заряжается. Такого здесь нет. Это тоже большой из минусов. Есть пустышки. К этой пустышке подключается большой аккумулятор, выносной, так скажем. И от него можно как бы питать. Сам аккумулятор не 5 вольт, а 7,6, по-моему. И здесь у нас USB подается 5, и там стоит преобразователь. Поэтому он работает только в выключенном состоянии. Это из минусов. Из плюсов еще одного такой, знаете, откидной экран. Меня действительно порадовал. Это селфи-режим. Этот режим, когда мы хотим снять что-то из-под низу, да, там фотоаппарат смотрит снизу вверх. И мы хотим запечатлеть чего-либо. Во время, например, подвешения фотоаппарата вот в таком вот варианте, да, здесь у меня, например, крепится на штатив. Штанга висит от стола, и она вот так вот сюда выходит, и висит фотоаппарат. Здесь я беру на стол, уложу какой-то предмет и записываю данный предмет, да, и у меня фотоаппарат смотрит сверху вниз, находится он на уровне глаз, и мне туда как бы заглянуть никак, а развернув вот так вот дисплей, мы видим, да, мы можем вот отсюда по прямой смотреть в дисплей. Картинка, в принципе, не бликует, и, в принципе, нормальная цветопередача. То есть, таким образом мы можем контролировать еще и запись. Вот. Также можем мы его приподнять, например, над головами, и снизу смотреть сюда в дисплей, и смотреть, что там по горизонту снимать. Ну, это так, из таких вот явных плюсов, которые мне очень сильно понравились. В целом, качество видео достойное, как по картинке у меня претензий никаких нет. Вот цвета, цветопередача, все отлично просто. Белый как белый, не заливая там каким-то, блин, прям упорно красным цветом, и не желтит, не синит. В принципе, под ручными управлениями можно добиться довольно-таки хорошей картинки, что невозможно получить, к примеру, на телефоне. Ну, ее очень многие рекламируют. Иногда бывает реклама неоправданная. Итак, подводим вывод. Если вы будете брать данный фотоаппарат в качестве веб-камеры, будет системная информация, это не очень хорошо. Перегрев данного фотоаппарата и видеосъемка в районе 15-20 минут, ему дальше нужно остыть. Маленький аккумулятор, не заряжается от USB, это из минусов, да. Из плюсов поворотный дисплей, хорошее качество картинки, хорошие фотографии. Фотоаппарат под определенные нужды. Если при этом все, что я перечислил, смотрите, я буду, например, дома записывать какие-то видео, короткие, там, 5-10 минут, то, в принципе, зачетно. Микрофоны, в принципе, пишут неплохо. Если вы будете делать какие-то фотографии, то фотографии тоже получаются довольно-таки качественные. Плюсом еще также является, что мы можем при небольшом освещении управлять диафрагмой, управлять экспозицией и ISO во время записи видео. Это очень важно. Если у меня камера, при нажатии кнопки записи у меня все эти функции блокируются, и я больше не могу ни менять яркость, ни подстраивать ее под какие-либо темные или светлые места, участки, которые попадают в объектив. Вот такой вот фотоаппарат. Если у вас все перечисленное устраивает, то вы можете его купить. Если не устраивает, значит, смотрите какую-либо другую модель. Надеюсь, данная информация поставила точки над «и», и вы теперь знаете, стоит ли покупать для себя этот фотоаппарат или отказаться и выбрать какую-либо другую модельку. На этом у меня все. Всем удачи, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok